Это настоящий обман всероссийского масштаба. Поменяй полис УМС, а то не успеешь. Именно так гласили табло на самых разных информационных ресурсах всемирной паутины. Но сотрудники регионального фонда обязательного медицинского страхования уверяют, ничего общего с действительностью данная новость не имеет. Это совершенно незаконная информация, которая ввела граждан всей страны в заблуждение. В настоящее время уже даны разъяснения федерального фонда. И я тоже хочу пояснить гражданам Рязанской области ни в коем случае не поддаваться панике. По данным фонда обязательного медицинского страхования, сейчас на территории России действительными и законными являются три вида полисов УМС. Два варианта бумажных, разница лишь в году выпуска, до 2011 года и после. И новый полис с чипом в виде пластиковой карты. Все три документа абсолютно равнозначны и дают право владельцу получать установленный перечень медицинских услуг бесплатно. При этом по системе обязательного медицинского страхования сейчас работают не только государственные клиники. В сфере медицинского страхования в 2018 году в реестр медицинских организаций было подано 99 заявлений от медицинских организаций. Из них большее число составляют государственные учреждения, их 55, 7 медицинских организаций федерального уровня и 37 негосударственных медицинских организаций, из которых 35 частной формы собственности. С перечнем поликлиник и видом оказываемой помощи можно ознакомиться на сайте фонда обязательного медицинского страхования. Чаще всего частные клиники оказывают диагностические и стоматологические услуги, а также икон. Несмотря на то, что в частных клиниках возможно воспользоваться полисом ОМС, полностью перевестись в такие центры невозможно. А вот раз в год поменять медицинскую организацию, как и страховую, по закону каждый человек имеет право, но только до 1 ноября. Обязательно надо подать заявление на имя главного врача той медицинской организации, которую он выбирает в данный момент. И уже на усмотрение главного врача, если у него есть такая возможность принять человека на это обслуживание, это все происходит. Если вы все же решили сменить поликлинику, возвесьте все за и против. Прикрепление идет по территориальному признаку, то есть где ближе. И если сейчас вы можете вызвать врача на дом в случае болезни, то с другого конца города терапевт не поедет, просто потому что не должен. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».